Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее, ребята, сегодня у нас будет, наверное, самая необычная серия, которую я когда-либо записывал. Сегодня у нас будет небольшой такой эксперимент. Вы не удивляйтесь, почему у меня нет веб-камеры, вы не удивляйтесь, ребята, почему меня как-то по-другому слышно. И также не удивляйтесь качеству картинки, потому что, ребята, сегодня мы с вами проведем эксперимент. А именно, вернемся на 5 лет назад, в 2010-2009, и мы рассмотрим, как же ютуберы записывали Майнкрафт тогда, 5-6 лет назад. А именно, ребята, сегодня я сделал такой небольшой эксперимент. Я отключил свой новый компьютер, поставил его в угол, он сейчас валяется у меня за спиной, ну не в Майнкрафте, а в реальной жизни. И нашел свой старый компьютер, с которого все, ребята, начиналось. Это мой самый первый компьютер, который просто валялся и пылился до сих пор у меня где-то там в подсобке, в кладовке, ребята. Я его достал, подключил, и он у меня, ребята, работает до сих пор. Я сейчас записываю 18 фпс. Ребята, вы меня, наверное, не очень так давно знаете, то есть многие, которые сейчас меня смотрят, пришли на мой канал, ну, совсем так недавно, мне кажется. Я не знаю, ребята, есть ли тут старички, которые меня уже смотрят с самого начала, но именно на вот этом компьютере я начинал записывать ролики на ютубе. То есть, первые сезоны Пиксельмона я записывал на вот этом компьютере, а именно, ребята, смотрите в 20 фпс. И меня, ребята, смотрели люди, за что вам большое-большое спасибо. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, со скольких, то есть, сколько времени вы меня уже смотрите. И мне просто интересно, ребята, узнать, сколько вы уже со мной на ютубе, сколько вы меня уже поддерживаете, и насколько у меня уже подписчики-старики на моем канале. Да, ребята, я также буду очень сильно рад, если вы делаете небольшой щипалец вверх, потому что, ребята, это действительно необычная серия. Я специально нашел для этого компьютер в своей кладовке, и все же, ребята, решил для вас сделать что-то необычное. Сегодня мы будем думать, что, как произошло за эти все годы. И также, ребята, я нашел самую последнюю вышедшую карту для самой последней версии Майнкрафт 1.10.2. И все это, ребята, на 10-летнем компьютере. Да, но, ребята, действительно, пишите в комментарии. Кстати, давайте поставьте лайк, ребята, наберем 5000 лайков. Я буду пытаться делать как можно больше вот таких крутых экспериментов. Также подписывайтесь на мой канал, ребята. И, конечно же, как я уже сказал, пишите в комментарии, как давно вы уже смотрите меня на ютубе. И сейчас, ребята, давайте, знаете, во что мы поиграем в этой серии? Мы, ребята, поиграем в боулинг. Нас насады уже спрашивают. Привет, как твои делишки, ребятишки? Не хочешь ли ты сбить немного кегель? Ну, кегли, да, которые в боулинге, да. О, конечно, ты хочешь. Я бы, если честно, хотел сбить немного больше фпс, а не 20 фпс, а не кегли. Но все же, как непривычно играть. А, то есть, билет стоит 14 баксов. Твоя дорожка номер 5. Чувак, как бы, как бы, прости, но баксов у меня сейчас нет. У меня компьютер даже старый. Откуда я тебе с задницы вытащу 14 баксов? У тебя есть немного денег? Я же тебе только что сказал, насадый. Никаких денег у меня сейчас нету. Хорошо тогда. Я развернусь в другую сторону. А, значит, ты нас бесплатно пропуска... Ребята, а вы ненавидели носящих? Смотрите, какие они добрые. Он нас бесплатно пропустил, чтобы мы поиграли в боулинг. Нифига себе. И смотрите, ребята, как отлично детализированная вот эта карта. И, как я уже сказал, я играю 17 фпс. Давайте, ребят, посмотрим, не сгорит ли сегодня мой компьютер. Смотрите, тут у нас есть вино, тут у нас есть всякие коктейли. Тут у нас есть рецепты. И что у нас тут еще? Ребята, вот мне интересно, были ли вы хотя бы один раз когда-то в боулинге? Кстати, у нас тут даже туалет есть, но ничего тут в нем нету. Были ли вы, ребята, хоть раз в боулинге? Я вам скажу честно, я не был ни разу. Ни разу я не был в боулинге. Я был около, так знаете, где-то 3-4 раза в бильярде, но в боулинге я никогда не был. Ребята, вот сейчас напишите, были ли вы. Мне просто действительно интересно, сколько моих подписчиков играло когда-то в боулинг. И, кстати, вот дорожка номер 5. Нам нужно пойти сюда, да? Нам нужно вкладкнуть или взять шар? Не? Или просто зайти? Просто зайти. А, то есть игра начинается через 3 секунды. А, все, все, мы начали игру. Зашибись. Пицца. Оооо, так. Оооо, как я сказал. Десятилетний компьютер не сравнится, наверное, сейчас с нынешним. Потому что, ребята, у меня сейчас 11 фпс. И вот при таком фпс меня 2 года назад смотрели люди. Ребята, есть ли тут старички, которые помнят, что я когда-то снимал в 13-15 фпс? Есть? Нет? Ребята, пишите в комментариях, мне действительно очень интересно. Пицца. Может, это пицца лагает так? Пицца, соль. Интересно, с чем это пицца? Пепперони, походу. Но, ребята, что нам нужно сделать? Сегодня вместе с вами мы будем играть в боулинг. Эта карта сделана для многих игроков. Как видите, тут у нас, ребята, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 дорожек. То есть вы можете играть одновременно с 8 вашими друзьями. Я сейчас могу выложить карту в описании. Ребята, если вы хотите, можете сразу поиграть. Но! Какие у нас тут правила? Тут нам объясняется, как нам кидать шар. Так, то есть нам нужно разогнаться, потом нажать на шифт и кинуть, ну, вот это, шар в кегли. В принципе, ребята, наверное, сейчас мы это и попробуем. Нажимаем правую кнопку, чтобы поднять шар, и он поместился в первый слот. Вот он, ребята, в первом слоту. У-у-у-у-у! Ку-у-у-у! Ку-у-у-у-у-у-у! Нам же нужно туда хотя бы подойти. Вот видите, я нажал случайно на шифт, и он уже выкинулся. Давайте подходим сюда. Опа-на! И сейчас пинаем, пинаем! А, не успел. Давайте еще раз, ребят, попробуем. Я, как я говорю, я в боулинг никогда не играл. Да что я не... Ох, ты ж ешкин кот! Давайте еще раз. Опа! Во! Ну-у-у... А-а-а... Да. Не скажу, что у меня самый... Выйдет с меня какой-то профессиональный игрот в боулинг, но... Знаете что? Давайте мы еще раз, ребят, попробуем сбить, ну, хотя бы немного так кегель. Давайте вот сюда. Опа-на! Да! О-о-о! Еще я не могу попасть. Давайте еще раз. Давай, кидай! Ближе подойдем. Вот! Вот! Ребята, не ставьте... Даже не смейте ставить руку на лицо. С меня просто никакой игрок в боулинг. Вы, надеюсь, это понимаете. Я же пе... Я же нуб в боулинге. Я знаю, тут есть какие-то профессионалы в комментариях, которые сейчас напишут. Эдисан, да даже моя бабушка нафиг в боулинг лучше играет, чем ты. Ребята, я даже не спорю. Я даже не спорю. Любой другой человек на этой планете играет лучше в боулинг, чем я. Но сейчас! Да чё ты ж, ёшкины матрёшки! Да попади ты уже нафиг по этому шару. Да. Вот честно, 15 фпс даёт о себе знать. Вот какой-то эксперимент, если честно, не очень. Так, ну нормально, нормально, ребята. Вот честно, 5 лет назад все начинали вот так снимать в Майнкрафт. Именно 5 лет назад появлялись самые старики. То есть, кто, ребята, помнит, кто из ютуберов по Майнкрафту был популярен 5 лет назад? Мне кажется, был Юзя, Эл. И вот тогда начинали вот эти все появляться уже чуть-чуть позже. Лололошки и многие другие. Но, ребята, именно так они тогда и записывали Майнкрафт. В 20 фпс, без шейдеров, без ничего. Потому что тогда, ребята, технологий ещё каких-то крутых не было. Тогда были немного такие, знаете, слабенькие компьютеры. Не было ещё каких-то супер-пупер технологий. Было мало фпс, не было шейдеров в Майнкрафте. И все записывали вот так. Именно даже, ребята, сейчас смотрите, какая у меня рендер-дистанция. Три чанка. Три, вы понимаете? Три. Не 20, как у меня на другом компьютере, а три нафиг. И тогда, ребята, действительно все так записывали. Вот я не знаю, ребята, знаете что? Вот, что мне действительно будет очень интересно узнать. Новый рекорд. Ребята, знаете, что мне будет очень интересно узнать? Какого первого Майнкрафтера вы когда-либо начали смотреть? То есть, кто был вашим первым Майнкрафтером, ребята? Да чё я не могу попасть, а? А, нет, попал всё же, попал. Ребята, кто был вашим первым Майнкрафтером, которого вы когда-то начали смотреть? Допустим, те же 4-5 лет назад Мне действительно интересно Потому что, как я говорю, тогда все записывали вот так Давайте я поделюсь Таким небольшим секретом Даже сейчас в наши дни Да я не хотел кидать шар Даже сейчас в наши дни Были такие люди Которые записывали Майнкрафт 15 фпс Ага, да, да Вы поняли, что я говорю, да? Да, были такие люди, но уже Майнкрафт Они не записывают Но все же, ребята, тогда все именно начиналось вот так Первые где-то 3 сезона по пиксельмону Я записывал на вот этом компьютере И только, ребята, благодаря вам Благодаря вашей поддержке Я все же смог себе купить нормальный компьютер Который тянет Майнкрафт в 300 фпс А не в 15 фпс, как хоть сейчас Да И это, ребята, только благодаря вам Но я же возвращаюсь в этой серии на 5 лет назад И показываю вам то, что именно вот так С такими лагами, без веб-камеры, без шейдеров Тогда записывали, ребята, Майнкрафт Именно вот так Не как сейчас любой новичок Может прийти уже с нормальным компьютером Установить себе шейдер Установить 200 модов И играть вообще, ребята, без лагов Тогда все начиналось именно вот так Вот с такими невероятными лагами Да, ребята Я... Не скажу Не скажу то, что я соскучился по этому компьютеру Вообще не могу сказать это Но это действительно такой интересный эксперимент Знаете почему? Потому что я случайно наткнулся на вот этот компьютер И у меня прям слеза так потекла Потому что я так ему даже сказал О, нифига себе, первый раз Первый раз У-у-у! Салютики! У-у-у! Я, ребята, даже по нему соскучился. Я даже слезу пустил, когда я его увидел. Одинокого. Уже всего в пыли он там сидел. Даже лежал в кладовке. И вообще даже не давал никаких признаков жизни. Но все же, ребята, как вы видите, старое. Не скажу, что всегда лучше нового. Но мне кажется, что нынешние компьютеры не продержат вот так 10 лет. Еще потом пару лет где-то в кладовке под пылью. Я потом просто-напросто, знаете, вот так возьму, поставлю. И он дальше продолжит работать. Без какого-то обновления там Windows или еще чего-то, ребята. Конечно, было много проблем. Я, если честно, очень долго искал драйвера. Потому что Майнкрафт требовал новые драйвера. Но все же, ребята, я смог найти драйвер на 10-летнюю видеокарту. И сейчас все же, как видите, все отлично, ребята, работает. Да, но прикольный такой эксперимент, если честно. Мне просто было интересно, что же я почувствую. Какую ностальгию я вспомню, когда просто-напросто сяду за этот компьютер. Это, ребята, если честно, офигеть. Это, если честно, офигеть. Но все же, ребята, мне кажется, и эксперимент был такой удачный. И как я уже, ребята, говорил, пишите в комментарии ваши идеи. Пишите в комментарии ваше мнение. В первую очередь, ребята, как я вас спрашивал, пишите в комментарии и отвечайте, сколько вы меня уже смотрите. То есть, сколько времени вы со мной уже находитесь на ютубе. Сколько времени вы смотрите мое видео. Мне просто, ребята, интересно, кто из вас тут будет самым таким большим старичком на моем канале. И также, ребята, напишите, смотрели ли вы мои первые сезоны Pixelmona. И помните ли вы вот эти 10-фпсные лаги тогда. Потому что это действительно очень как-то странно, как я сейчас записываю. Ну, я просто, знаете, вот такое ощущение. 10 фпс и 110 фпс. Ну, вот, вот, чуть-чуть разницы есть. Да, чуть-чуть такой, чуть-чуть небольшая разница есть. Я, ребята, с вами согласен. И также, как я вас, ребята, уже спрашивал, напишите, кто ваш любимый ютубер. Или кого вы в первую очередь увидели на ютубе. То есть, кто был вашим первым, ребята, ютубером. Мне действительно будет интересно это узнать. А вот я сейчас добью вот эти кегли. И, кстати, я, ребята, уже оставил в описании ссылочку на вот эту страницу, на вот эту не страницу, а на вот эту мини-игру, на вот эту карту, ребята. Вы можете уже зайти в описании под этим видео. И также скачать вот эту карту и поиграть со своими друзьями. Да, ребята? 8 друзей играют в буллинг в Майнкрафте. Как же это будет круто. Поэтому, ребята, я вам говорю большое спасибо за просмотр. Вы все лучшие. Я говорю вам большое спасибо, кто меня уже давно смотрит. Кто только к нам присоединился. И кто вообще, ребята, зашел посмотреть это видео. Кто остается до сих пор на моем канале. Ребята, большое вам человеческое спасибо. Вы очень крутые чуваки и девушки. Если меня вообще девушки смотрят. Хотелось бы немного. Но все же, ребята, еще раз подписывайтесь на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. Делитесь этим видео со своими друзьями. И, как я уже сказал, ребята, пишите свои ответы в комментарии. На самые интересные комментарии я буду отвечать. Ребята, лайк, если вам понравился такой эксперимент. Если вы хотите, чтобы я больше такого записывал, такого проводил. Еще раз вам, ребята, большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.